МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Региональный дом-ремесел скоро появится в Гродно. Об этом шла речь на международном семинаре в рамках трансграничного проекта. Какое будущее у зданий исторического архива? Как продвигаются темпы реконструкции объекта? Ответы искали корреспонденты службы информации. Стали жертвами невнимательности. Трех человек сегодня утром сбил пожилой водитель Лады. С травмами они доставлены в больницу. Оценили по достоинству. Гродненский областной драматический театр получил почетную грамоту за большой вклад в развитие театрального искусства Беларуси. Начнем наш выпуск с экстренной новости. Пока готовился материал к эфиру, в редакцию поступило сообщение о заминировании банка по улице Антонова. Наша съемочная группа незамедлительно выехала на место ЧП. Горячий репортаж с места событий Юлии Броско. Ровно через 10 дней после сообщения на пульт дежурной части о заминировании жилого дома по улице Пушкина оперативники получают еще один звонок подобного толка. На этот раз в одном из банков по улице Антонова нашли оставленную сумку. В течение считанных минут были эвакуированы все сотрудники и посетители финансового учреждения. Место происшествия было оцеплено. В настоящее время сумку увезли, экспертам предстоит много работы. На месте происшествия работают сотрудники милиции, госавтоинспекции, МЧС и врачи. Надо отметить, что официальный комментарий пока получить не удалось. Будем следить за развитием событий. И к другим темам. Привлечение к сохранению памяти о прошлом молодежи. Семинар в рамках проекта трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь прошел сегодня с участием руководства нашего города и зарубежных специалистов. Речь шла о сохранении историко-культурного наследия в Гродно и дал в Гавпилсе. Что касается конкретно города на Немане, то здесь в скором времени появится региональный дом-ремесел. Тему продолжит Евгения Филиппова. Гродно не первый год активно развивает трансграничное сотрудничество в самых разных направлениях. Начиная от экономических отношений и заканчивая культурной сферой. Так, в прошлом году начал работу новый международный проект в рамках трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь. Его цель – сохранение и возрождение культурных ценностей, а также возможность поближе познакомить молодое поколение с историческим наследием и традициями, как белорусского, так и латвийского народа. Через реконструкцию исторических памятников мы развиваем туризм, привносим вклад в развитие международного туризма, разработку международных туристических маршрутов, а также мы создаем новые мероприятия по маркетингу, брошюры, буклеты и так далее. Таким образом, это большой вклад в социально-экономическое развитие наших двух регионов. В Гродно в рамках международного проекта состоялся семинар. В апреле похожий туристический форум проходил в латвийском Даугапилсе. Сейчас с ответным визитом партнеры посетили город над Неманом. На протяжении нескольких дней со своими докладами выступали не только профессоры и студенты Гродненского региона. Историки Латвии также не прочь были поделиться своим опытом по сохранению и возрождению культурного наследия и познакомиться с возможностями гродненской культуры. В центре города практически, по улице Реймонта, у нас новый проект, близится к завершению, и он будет прекрасной изюминкой, дополняющей наше славное агурерие исторических и архитектурных ценностей, поскольку там будут продемонстрированы все те богатства, все те народные ремесла, которыми славится наш белорусский народ. Планируется, что этот центр соберет в одном месте мастеров-ремесленников и художников, которые смогут обучать детей и взрослых керамическому искусству, плетению изделий из соломки и даже резьбе по дереву, ведь это неотъемлемая часть белорусской культуры. Это нужно прежде всего для развития города, чтобы люди услышали, увидели и знали, что такое в городе есть. У нас в городе Гродно нет такого центра, как ремесел, есть районный, а городского как бы не было. Вот это прежде всего задумывалось для того, чтобы соединить. Если взять средний возраст наших мастеров, которые есть в Народном объединении Градинский колорит, то где-то колебается 47-55 лет. Вы прекрасно понимаете, что молодежи очень мало. Те узы образования, которые дают маленьким деткам, они отучились, что-то научились и ушли. А развитие дальнейшего как бы оно отсутствует. Вот для этого мы строим центр. В рамках трансграничного сотрудничества наши мастера – одни из немногих, кто работает в направлении авангардной моды. Они шьют королевские наряды по гравюрам 15-16 веков. По словам руководителя международного проекта, это направление должно найти отклик у молодого поколения. Необычным является то, что некоторые элементы одежды расшивают белорусским золотом с соломой, что придает старинным убранствам народный колорит. Евгения Филиппова, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Актуальные проблемы мировой художественной культуры обсуждали ученые из разных стран на 7-й международной научной конференции в Купаловском ВУЗе. Специалисты говорят о том, что сегодня уровень знаний населения в этой области стал минимальным. А интернет-источники не всегда предоставляют достоверные сведения. Спасти духовное обнищение наций поможет лишь глубинное приобщение к культуре. Каким образом, в сюжете Аллы Внучко. На 7-ю международную конференцию памяти профессора Игоря Розенфельда в крупнейший научный центр Гродненского района съехались ученые из Белоруссии, Литвы, России и Польши. Высокопрофессиональные теорики и практики с уникальными знаниями мировой художественной культуры из разных стран обсуждают актуальные вопросы по разным направлениям. В конференции рассматриваются на сегодняшний день достаточно актуальные проблемы, связанные с мировым культурным развитием, а также с закономерностями развития мировой художественной культуры. В рамках этих проблем, этой проблематики занимаются очень многие ученые. Сегодня эта проблематика достаточно актуальна не только для отечественной науки, но и для зарубежной науки. В международной научной конференции приняло участие около 140 человек. Ученые-преподаватели вузов и академий подготовили доклады на украинском, белорусском, русском, польском и английском языках. Очень отрадно, что среди присутствующих на нашей секции заявлены доклады не только известные ученые, научные сотрудники, но и совсем еще молодые, начинающие, так скажем, выпускники вузов, магистранты, аспиранты, которые только пробуют себя вот в этом направлении. На конференции ученые разных стран на протяжении двух дней обсуждают актуальные вопросы методологии и методики музыкального образования, изучают теоретические и практические аспекты формирования дизайнера, проанализируют проблемы развития изобразительного искусства, затронут теоретические и методологические проблемы изучения мировой художественной культуры. У нас люди печатаются, самое главное. Вот я, например, в этом году, так сказать, мы в Академии искусств Минске выпустили элитарный журнал «Артефакт», и мы приглашаем туда лучшие, так сказать, из докладчиков. Вот, они с удовольствием, я думаю, будут печататься, потому что у нас журнал, должен стать ваковским. По итогам научной конференции будут выработаны конкретные рекомендации по рассмотренным вопросам и приняты соответствующие меры по внедрению их в современную жизнь. Алла Нучко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. О ситуации на дороге. Сразу несколько аварий произошло сегодня в нашем городе. В основном были серьезно повреждены автомобили. Однако одно ДТП не обошлось без помощи медиков скорой помощи. На улице Домбровского пожилой водитель «Лады» не пропустил на пешеходном переходе трех женщин. Что послужило причиной наезда, узнавала Юлия Косила. Невнимательность – один из самых опасных врагов водителей и пешеходов. Именно она становится основной причиной большинства аварий в области. И сегодня утром это еще раз было доказано. Пожилой водитель на автомобиле «Лада» совершил тройной наезд на пешеходном переходе на улице Домбровского. Мужчина не сумел вовремя остановиться. В итоге пострадали сразу три женщины, переходившие дорогу. Одна из них ушибла ногу, а двое других – доставлены в больницу с тяжелыми травмами головы. Предварительно будем говорить, что ситуация развивалась следующим образом. Трое женщин, работники областной больницы, шли на работу, подойдя к пешеходному переходу нерегулируемому. К слову, не только невнимательность на пешеходных переходах приводит к тяжелым последствиям. Сегодня на перекрестке улиц Горького и Коммунальной водитель «Ауди» проигнорировал знак, запрещающий поворот налево. В итоге произошло столкновение автомобиля с ехавшим навстречу грузовиком. Водитель которого не ожидал такого маневра. «Ауди» снес ограждение и оказался на встречной полосе. В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения. И это далеко не единичный случай, когда невнимательность водителя стала роковой. Ежедневно практически совершаются наезды, происходят происшествия с не совсем хорошими последствиями. Поэтому сотрудники госинспекции вынуждены нести службу в усиленном режиме, как в утреннее, так и в вечернее время. В то же время мы призываем всех водителей быть предельно внимательными, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестках. Вождение автомобиля, хоть и стало ежедневной необходимостью для горожан, требует предельной внимательности. Ведь дорога порой бывает непредсказуема. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. Какое назначение будет у бывшего архива? Здание времен Антония Тезенгауза долго пребывало в запущенном состоянии. Ремонт делать собирались, но не было возможности переселить расположенный здесь исторический архив. Наконец, строительная организация приступила к работе. Однако гродинцы сегодня стали беспокоиться, не повредит ли дождь здание без крыши. Наша съемочная группа побывала на месте реконструкции. Знаковое здание архива на площади, где в 18-м столетии жил вице-губернатор, сегодня на виду у всех. Уже месяц здесь снята крыша. Вместо старой, провалившейся местами от времени черепицы, вскоре появится новая, привезенная из Австрии. Собственно, беспокойство многих гродинцев, не помешает ли непогода ремонтным работам, вынудило нас побывать на этом объекте. Оказывается, еще в прошлом году тендер на замену кровли в этом здании выиграла Литская частная фирма «Термобарьер», которая специализируется на таких работах. Но архив долгое время не мог переехать, поэтому ждать пришлось почти год. Сегодня литчане, приехавшие к нам большой бригадой и не ожидавшие такого внимания, стремятся сделать все, чтобы до больших дождей накрыть все здание прочной и красивой черепицей. Здание очень старое, кровельная система тоже старая. Очень много вопросов в плане замены всяких конструкций, которые пришли в ветхость. Возможно, где-то сгнили, вода попадала. Производитель черепицы является фирма «Тондах» австрийская. И гарантия ее, они дают гарантию на нее при правильной укладке 33 года. Люди реагируют, да, звонят, приходят, но в принципе страшного ничего не вижу. Да, старались закрывать пленкой, значит, и фактически там ничего особо не попало. Здание, вот вы сами были, видели, особо там нигде такого сырости никакой нет. В день наших съемок еще только начинали вести подготовку к укладке термополиэтилена и специальных досок для крепления черепицы. Сегодня эти работы почти завершены и приближает самый ответственный этап – крепеж самой черепицы. Архитекторы обдумывают дальнейший ремонт внутри здания и его будущее назначение. Руководство города собирает предложения. У всех есть желание сделать памятник архитектуры времен Антония Тизенгауза знаковым местом и в 21-м столетии. Что здесь будет, обязательно сообщим первыми. Наталья Иванченко, Александр Ласминский, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Заслуженному коллективу – заслуженную награду. Гродинский областной драматический театр был отмечен на самом высоком уровне. Ему вручили почетную грамоту Совета министров Республики Беларусь. Торжественный прием состоялся ко дню работника культуры в Минске, а поблагодарил гродинскую труппу министр культуры Борис Светлов. Гродинский драмтеатр, заслуживший любовь зрителей по всей стране, был награжден за большой вклад в развитие национального театрального искусства. Однако на этом коллектив театра останавливаться не собирается. Уже в конце ноября гродинских зрителей ждет две премьеры – спектакли «Незаконное вторжение» и «Оскар и пани Роза». Сейчас актеры репетируют новые постановки, а почетная награда стала дополнительным стимулом для работы. Стоит отметить и немножко себе запланировать, что данная награда поощрения – это очередная ступенька к более высоким поощрениям, которые у нашего коллектива еще впереди. И мы этого, несомненно, заслуживаем. Не мешает нам работать. Идет плотный рабочий творческий процесс. Мы готовимся к обменным гастролям с Висевским театром национальным, академическим. Мы готовимся к республиканскому конкурсу «Национальная театральная премия» в этом году. Вчера вечером в фарный костел пришло более тысячи людей. Концерт «Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 9» планировался более трех лет. И прошел 15 октября в рамках акции «Гродно. Культурная столица Белоруссии». Как сообщает интернет-портал 015-бай, на концерт пришло более тысячи слушателей. В мероприятии приняли участие музыкальные коллективы Грудинской и Могилевской капеллы. Дирижером стал Владимир Бормотов, директор Грудинского музыкального коллектива. На импровизированной сцене костела в этот день выступили около 140 человек. Всего было продано 800 билетов, но некоторые прошли по пригласительным. Некоторые пожилые прихожане остались после богослужения. В целом, среди публики можно было увидеть людей разных возрастов и статусов. От серьезных мужчин с портфелями до юных девушек и детей. Присутствовало на концерте и руководство города. Этот концерт – совместный проект Могилевской и Грудинской капеллы. В этом году Могилев передал Гродно статус культурной столицы, что и вдохновило руководителей капелл. За 25-летнюю историю камерного оркестра концерты в фарном костеле уже проводились, но не такого масштаба. Что касается следующего концерта, то оркестр ждет финансирование и готов играть. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by О новостях спорта расскажет моя коллега Анастасия Бояринцева. Я же с вами прощаюсь. Приятного вечера. Здравствуйте! Сегодня прошла жеребьевка матчей 1-4 финала Кубка Беларуси 2014-2015 годов, которые состоятся в марте следующего года. Так, границ сыграет с шахтером Белшина, с Динамо Брестом, Динамо Минск с Витебском, Батте с Неманом. Победители на этой стадии будут определяться по итогам двух матчей. Точные даты проведения поединков определятся под ней. Главный тренер Немана Сергей Солодовников продлил трудовое соглашение с Гродненским клубом по системе 2 плюс 1. Это означает, что в случае, если наставник отработает контракт до конца, то будет возглавлять команду до 2017 года включительно. Напомним, что после 26 туров Неман находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Футболисты юниорской сборной нашей страны не смогли преодолеть первый квалификационный раунд чемпионата Европы 2015. В заключительном матче они со счетом 2-2 сыграли со сверстниками из Люксембурга. Ранее юниорская сборная Беларуси в евроквалификации по всем статьям уступила команде Англии, а затем проиграла дружине Бельгии. Нападающий Барселоны Луис Суарес получил золотую бутцу. 27-летний уругвайский футболист стал обладателем этой награды за то, что в прошлом сезоне забил 31 мяч за Ливерпуль. В чемпионате Англии Суарес разделил почетный приз с форвардом мадридского Реала Криштиану Роналду. Португалец в прошлом сезоне забил также 31 мяч, но церемония его награждения пройдет в конце ноября 2014 года. Брестский гонбольный клуб имени Мешкова разгромил сербскую воеводину в очередном матче Сеха Лиги. Чемпионы Беларуси первую половину домашнего поединка провели не очень выразительно, уйдя на перерыв с небольшим перевесом в счете 13-10. Зато сразу после начала второго тайма хозяева заиграли во всю мощь, и вскоре их перевес составил 10 и более мячей. До конца встречи брестчане владели преимуществом, победив в итоге со счетом 34-22. А на этом у меня все. Болейте за наших. До встречи.